Братья и сестры, уже праздничные дни пасхальные, они ушли от нас. В четверг христианский мир отпраздновал Вознесение Господа Иисуса Христа. И следующее собрание, если Господь нам позволит, мы будем отмечать с вами сошествие Духа Святого. Это замечательные праздники. Но сегодня мне хотелось бы вместе с вами поговорить об этом празднике Вознесения. О нем не часто говорят. О нем даже говорят о том, что очень мало написано. Но это только так кажется. Нашего времени сегодня не хватит, чтобы рассказать о всей той значимости Господнего Возшествия. Вознесение Его. По крайней мере, в Ветхом Завете на страницах Священного Писания этому восхождению Господа уделено огромное влияние. И с помощью Господа сегодня, пользуясь этим временем, мы об этом и поговорим. Ветхозаветные пророки говорят нам об этом событии, которое должно произойти с Господом. Я рад, что когда-то раньше из этой книги мы уже слышали проповедь брата Дениса Смирнова. А сегодня я только напоминаю это местописание. Оно записано в 52 главе книги пророка Исаии, стих 13. Это четвертая песнь о рабе. Это о нашем Господе Иисусе Христе. И здесь встречается все то, что составляло значимость Его жизни, Его хождения, Его служения. 13 текст, 52 главы, читаем. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Все моменты жизни, которые были очень важны для нашего Господа, они исполнились. Они охватывают этим коротким стихом содержание жизни нашего Господа и Спасителя. Давайте еще откроем одно место священного писания. Это книга псалмов. Книга псалмов. Это 23-й псалом. Вот как говорит пророк Давид об этом в 23-м псалме. С 8-го текста читаем. «Кто это царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечной, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, Он царь славы». Есть много мест, как я уже сказал. И значимость этого праздника, который стали отмечать христиане, она относится к 381-му году, когда в то время Собор Церквей, Второй Собор Всемирный, собрался, учредил празднование Вознесения Господа. Поэтому это событие не принадлежит к Восточной или Западной Церкви. Оно родилось гораздо раньше, тогда, когда еще не было разделения между Восточной и Западными Церквями. Столетиями позже это произойдет. И однако это нисколько не умолит значение того события, о котором мы с вами будем рассуждать. Читаем книгу «Деяния святых апостолов», первую главу, несколько текстов из этой главы. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолов, которых Он избрал, Которым и явил Себя живым пострадании Своем со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Читаем дальше, ниже. «Сказав это, девятый стих, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? «Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы Его видели восходящим». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находилась близ Иерусалима на расстоянии субботнего пути. Братья и сестры, это же слово встречается в этой главе и в 22 тексте. Смотрите. «Начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, быв вместе с нами свидетелем Его воскресения». Главное слово здесь – «вознесение». Братья и сестры, вознесение Иисуса Христа значимо потому, что оно подводит итог всему служению Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы как раз с вами и прочитали первый стих первой главы. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил. Это Его Слово и это Его Дело. И это было красотой, отличительной для Господа и Спасителя. Немногие из людей могут иметь такую характеристику – быть сильным в слове и сильным в деле. Он учил и Он жил. И Писание говорит об этом. И поэтому это событие стало значимым. Почему? Потому что участником Его был Его Небесный Отец. Братья и сестры, если мы с вами посмотрим, об этом только перелистов одну страничку, мы видим во второй главе 33 стих, следующее написано. Он был вознесен Десницею Божией. Иисус Христос вошел на небо, потому что был Его Отец. Была Его сильная рука, которая вознесла Его. Братья и сестры, когда мы живем сегодня в этом мире, в мире неспокойном, в мире, где нет уверенности ни в чем, потому что все обусловлено и относительно. Ничто не может быть безопасным сегодня. И мы с вами переживаем эти моменты. Кроме нашего Бога. Он – надежный камень, на котором можно встать. И стремнина этого мира, она не сможет нас увлечь за собою. Братья и сестры, вот отличительная картина. Иисус Христос делал дело Отца. Братья и сестры, так написано о Нем. Моя пища есть творить волю пославшего Меня Отца. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 34 текст, мы это читаем. Заметьте, Иисус Христос стал значимой фигурой в этом значении только потому, что Он исполнял вверенное Ему дело. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4 текст, там написано так. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил Мне исполнить». Знакомые очень тексты. Мы не раз их повторяем. Мы их заучили, братья и сестры. Вопрос всегда стоит намножко ближе к нашему сердцу. Живем ли мы так, как мы научены, как мы заучили? Иисус жил точно так. Иисус жил так, как Он читал, как Он слышал. Посмотрите, 5, Иоанн 5, 30 написано. «Я ничего не могу творить сам от себя, не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Братья и сестры, жизнь Спасителя Иисуса Христа, она была поглощена исполнением воли Божьей. Он был пропитан Словом Господним. О чем мы говорим, когда мы встречаемся с вами, заметьте, Он был наполнен им до своего страдания и постраданий своим, когда Он явился живым, Он говорил о Слове, о Божьей истине. И когда Он делился с ними, наставлял их, Он видел их обескураженность. Он говорит, «Я вам сказал истину, она сделала нас печальными». «Мир возрадуется, а вы станете плакать, когда увидите Меня убиенным, но печаль ваша в радость будет. Я вас увижу, и вы обрадуетесь, и радости вашей никто не увидит». Братья и сестры, мы здесь Его видим, как нежного, любящего Отца, который заботился о своих обескураженных, отчаявшихся, о сиротелых учениках. И Он оказался прав. Вы вспомните, когда после прощальной беседы с ними, после наставления, Он стал подниматься, благословляя их от земли и возноситься на небо, они поменяли формат печальных христиан на радостных. Они возвратились в Иерусалим полны радости. Братья и сестры, когда мы живем Божьим Словом, когда мы свою жизнь удобряем послушанием Господу, братья и сестры, наша жизнь будет всегда жизнью, в которой Господь нас станет возносить над всеми обстоятельствами. Так случилось и с Иисусом Христом. Когда Он осознал, что времени остается очень мало, Он направлял свой путь в Иерусалим. Он дорожил каждой минутой. Братья и сестры, вот это состояние, которое случилось в марте месяца и по сей день, оно чему-то нас должно с вами научить. Братья и сестры, есть такое слово, которое я не люблю, но оно и хорошее, и плохое одновременно. Мы быстро привыкаем и к хорошему, и к плохому. Мы даже привыкаем к темноте. Мы даже иногда свыкаемся и с грехом, и с проступками. Мы становимся чрезвычайно толерантными. И в этом есть, и кроется иногда для нас опасность. Не станем такими. Будем думать о том, что Бог дал нам собрание. Бог дал нам святое общение. И мы все нужны друг другу. Не по фрагментам. Надеюсь, что даже тогда, когда случится в жизни какие-то происшествия, и нас будет только двое или трое, будем помнить, Он верный Бог, Он будет с нами. Но если в наше сердце западет эта зараза, и мы станем чужими, мы сменим общение душ на виртуальное общение, братья и сестры, мы много с вами можем потерять. Почему? Потому что богатство, которое Господь принес, Он принес для кого? Для церкви. Христос возлюбил церковь не Гену, не Сашу, не Валеру. Он возлюбил церковь и предал себя за нее. Мы еще об этом с вами поговорим, о богатстве того опыта, который Господь пережил, водворяясь в обителях Отца. Он одарил свою церковь богатствами, и мы с вами поговорим еще об этом, братья и сестры. Но у нас у каждого сегодня есть 1440 минут. Как только мы начали день, мы должны его прожить, и у нас есть 1440 минут. У каждого, у мужчины и женщины, у молодого и пожилого человека, мы его можем убить это время, мы можем его использовать. Давайте научимся от Господа говорить так, как Он говорит, «Моя пища творит волю Отца Небесного». Братья и сестры, Иисус сидел у колодца, Он голодный был, Он устал, так написано о нем. Но когда принесли Ему покушать, Он не хотел есть. Почему? Он видел людей, которые шли к Нему, и они удивились обескураженно, «Ты же хотел кушать!» И тогда их поразили в самое сердце эти слова, «Моя пища творит волю Отца Небесного». Хотелось бы, чтобы сегодня вот такой здоровый голод был сегодня в наших сердцах. Использовать богатство Божьего Слова в общениях друг с другом и с окружающими нас людьми. Почему? Потому что времени остается очень мало. Братья и мои, сестры, Он вошел на небеса, второй момент, на который хочу обратить ваше внимание, как жертвенный агнец. Он туда вошел на небеса, как жертвенный агнец. Братья и сестры, вот именно таким его видел Иоанн. На другой день, Евангелие от Иоанна 1, 29, он видит того, о ком он проповедовал только вчера. И он узнал Иисуса, и он говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Братья и сестры, он ушел туда с ранами от гвоздей, в руках и ногах. Он ушел туда, обезображенный, поруганный, со следами крови, потому что он стал жертвою за наши грехи и беззакония. Братья и сестры, обращаю сегодня ваше внимание на 53 главу. Это тоже пророческое видение. За 700 с лишним лет пророк видит Господа. Посмотрите, как здесь написано о нем. 53 глава, 11-12 текст. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Поэтому я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и из-за преступников сделался ходатаем. Ему было с чем туда идти. Наши грехи, наши беззакония, они мучили его, и он желал перед Отцом Небесным и спросить нам прощения и искупления наших грехов. Братья и сестры, именно об этом текст сегодня Священного Писания учит. Он взошел туда как агнец Божий, братья и сестры. Поэтому, когда мы смотрим сегодня на эти стороны служения, братья и сестры, мы видим значимость его хождения. Заметьте, еще одна особенность. Иисус вошел в дом Отца со Своей кровью. Это уникально. Никто до Него не восходил со Своей кровью. Никто не восходил из земных священников во святилище со Своей кровью. Он вошел со Своей кровью в небесное святилище. То земное святилище было устроено по образу. Он вошел туда со Своей кровью, не с чужою. Братья и сестры, эту кровь Петр называет драгоценную кровь. Он говорит, не серебром или золотом, искуплены вы от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа. В чем ее драгоценность? Безусловно, дорогие друзья, потому что Он безгрешный, потому что Он единородный, потому что Он из любви к нам шел на эти страдания, как мы с вами прочитали. Пророк видел, Он взял наши грехи на Себя. Он взял их и пригвоздил к древу проклятия. Он занял наше место, чтобы купить нам освобождение, братья и сестры. Но когда мы с вами смотрим сегодня на Его подвиг, мы должны еще кое-что видеть в Нем, в крови Иисуса Христа, когда Он вошел в небеса. Мы должны видеть богатство этой крови. Она делает что-то в жизни и не только передает нам жизнь сегодня. Смотрите, Евсианам 2, 13. «Мы, бывшие некогда далеко, стали близкие этой кровью. Между язычниками и между иудеями была великая пропасть, и люди считали язычников не народом. Священное Писание такую характеристику говорит нам. Но кровь Иисуса Христа из нас, бывших далеко, сделала нас близкими друг к другу». Евсианам 2, 13. Братья и сестры, апостол Павел в послании к Евсианам 1, 7 говорит, «Мы искуплены кровью Иисуса Христа. Он купил нас. Мы Его приобретение, плата нашей свободы, Его пролезли, пролитая кровь на Голгофе». Братья и сестры, третье, что делает драгоценная кровь Агнца Божьего, Колоссянам 1, 20, «Он кровью Его примирил нас с Богом». Мы жили во вражде, мы были бунтарями, мы были революционерами против Бога нашего, и Бог в крови Сына Своего примирил нас самим собою. Братья и сестры, богатство и драгоценность крови, римлянам 5, 9, Его кровью мы оправданы. Праведность наша не в наших заслугах, не в нашей хорошей примерной жизни. Немногие могут этим отличиться и похвастаться. Наше оправдание – это Его пролитая кровь. Он нам это стяжал. Братья и сестры, еще одна особенность Его крови, которую Он принес евреям 9, 14, то кровь Его очистит нашу совесть. Сколько людей сегодня страдают от укоров совести, не имеют успокоения, стараются ее успокоить своими добрыми делами, своими щедрыми приношениями и пожертвованиями. Но они не знают этого рецепта. Этот рецепт в крови Господа Иисуса Христа. Поэтому Он пришел со своей кровью, Он знал, что нас можно простить и сказать «Не беспокойся, но это будут только слова, что делает и стирает из нашего сознания память наших ошибок и нашего горя. Это его кровь. Она очищает совесть нашу и делает нас приемлемыми для того, чтобы мы могли служить ему». Не так давно брат Петр Гальченко объяснял нам 50-й псалом. Он говорил о чистоте сердца. Давид молится и говорит «Сердце чистое, сотвори во мне Божие и дух правый обнови внутри меня». Только кровь может делать эту операцию ни доктор, ни ты сам, ни твои правила, ни советы психологов не помогут, поможет только его кровь. Братья и сестры, евангелист Иоанн пишет в 1-7 в 1-ом Иоанна «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Что нужно для того, чтобы нам стать чистым, приемлемым Богу? Здесь есть рецепт, если делаем грех и исповедуем этот грех Ему, то Он, будучи верен и праведен, очищает кровью грехи наши. Пусть поможет нам Господь помнить эти истины, чтобы в нашей жизни мы могли смотреть на это, что это драгоценная кровь Спасителя Иисуса Христа. Братья и сестры, Он восходил в обители Отца, восходил как победитель. Он восходил в обители Отца как победитель. Давайте посмотрим сейчас еще ветхозаветнего пророка из книги Псалмов и прочитаем эту историю, которая записана в 67-м Псалме. С 16-го текста Гора Божия, Гора Вассанская, Гора Высокая, Гора Вассанская, что вы завистливо смотрите горы высокие на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно. Колесниц Божьих тьмы тысячи тысяч, и среди их Господь на Синае в Освятилище. 19-й текст Ты вошел на высоту, пленил плен, пленил дары для человеков, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Братья и сестры, это пророческий псалом, его называют мессианским псалмом, но он тесно связан с тем, чем мы сегодня пользуемся. Это дарами богатств. Давайте откроем с вами послание к Ефесянам. глава 4-я и прочитаем следующие слова с 11-го текста, а, можно с 10-го. не сшедший он же есть и вошедший превыше всех небес, чтобы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром мучения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть Голова Христос, из Которого все тело составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Братья и сестры, это заслуги того, кто вошел туда впереди нас. Это заслуги того, кого небо взяло и кого отец забрал от этой земли, потому что у него было дело. Братья и сестры, мы с вами прочитали, он дал дары для человеков. Что же это за дары? Мы с вами открываем тайну того, о чем написано было на страницах ветхозаветных пророчеств. Это дары его, это его служители, это его пастыри, это его евангелисты, это его учители, это его наставники, которые пекутся сегодня о нас, передавая нам Слово Господне. Они значимые в его руках, они очень важные для нас драгоценности, но заметьте, не только отличительный их труд, мы сами друг для друга, для каждого, и для пастырей, и для наставников, мы незаменимые сосуды его благодати. Вы заметили, написано, каждый действовать должен в меру своей силы, насколько он может, для чего, чтобы мы созидались правильно, как наше тело. Вот какое богатство имеет Господь о нас, когда мы с вами читаем со страниц Священного Писания. Это Бог, который взошел на высоту, это о нем сказано, это он источник этой благодати, и он делится сегодня щедро со всеми нами, братья и сестры. Есть еще одна особенность, о которой мы можем сегодня подумать и поговорить, что он взошел в дом Отца, как победитель смерти и ада. Писание говорит, я имею ключи, и я жив во веки веков. Он живой Бог, он не мертвый, он ходатайствует о нас. Посмотрите, как написано Римлянам 6, 9, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть не имеет над ним никакой власти. Поэтому все то, что сегодня может нас посещать, болезнь, скорби, смерть, как самый последний враг в нашей жизни, но если мы веруем во Христа, если мы знаем эту истину и приняли ее в свое сердце, она нас утешает. Смотрите, 1 Фессалентийцам 4,14 написано так, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Христе Бог приведет с ним. Бог никого не забудет, Бог никого не оставит, Он позаботится о нас, и Он приведет умерших с Ним, а тех, которые остаются еще жить, Он преобразит во мгновение ока, так, что они будут иметь Его славное тело, подобно Ему славному телу. Братья и сестры, еще одна особенность, пятая, Он пошел туда с желанием приготовить место нам. Сегодня брат Андрей говорил передо мной, наше жительство на небесах. Мы иногда слишком приземлены, мы иногда слишком повязаны заботами этого мира. Псалмопевец говорит, душа моя прилепилась во прах, оживи меня по слову Твоему. Все эти обстоятельства в нашей жизни, с ее потрясениями, с ее коронавирусом, они заставляют нас смотреть на Бога, смотреть на небо, потому что дни нашего обитания здесь на земле, они идут к концу. Но Он о нас позаботился. Он говорит, я иду от вас, чтобы приготовить вам место. Заметьте, Иисус Христос здесь говорит, здесь говорит интересные вещи для церкви. Это сегодня должно стать как конфета хорошее, как лекарство для наших душ. Он говорит, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Он говорит, в доме Отца Моего обителей много. Есть место, которое приготовил Он для нас, Небесный Отец. Иисус говорит, а если бы не так, Я бы сказал вам. Братья и сестры, Бог Отец и Сын, они желают соединения сегодня со святым народом. И придет это время, и мы с вами пели этот гимн, скоро день тот придет, нас к себе Господь возьмет. Закончится все то отягчение, которое мы сегодня испытываем. Все это напряжение уйдет в забвение, и один Бог будет реальность. Но этот дом, он ждет сегодня не всех. Братья и сестры, кто сегодня в этот дом войдет? Тот, кто любит Бога, тот, кто любит пославшего, посланного им Иисуса Христа, тот пользуется этой удивительной привилегией любовью Бога. Сам Отец любит вас. Почему? Потому что вы возлюбили Меня. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Сына. Это очень интересные мысли. Они могут сегодня быть и бить прямо в сердце иудействующих христиан, которые считают, что у Бога нет Сына. Братья и сестры, Псалом 109 написано, Давид говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одесну и меня. Когда-то в тупик Господь поставил этим вопросом закона учителей. Посмотрите второй Псалом «Почтите Сына, чтобы вам не погибнуть в пути вашем». Дела Сына закончились. На смену идет пришествие третьей личности Божества. Это Дух Святой, который будет совершать свою работу по искуплению в наших сердцах. Но сегодня мы посмотрели только маленькие события, которые стали значимы только потому, что Он ушел в небеса, совершив труд Отца. Он ушел, а дело осталось для меня и для тебя. И это дело нужно постараться закончить. Не так ли? Независимо от того, какое ты служение сегодня в церкви занимаешь, значимое в твоих глазах или не очень, делай это. Делай это не как человеком, делай это как для Господа, потому что написано «Я прославлю прославляющих меня, и я отвернусь от людей, которые меня бесславят». Братья и сестры, у нас есть время сегодня для молитвы. Поблагодарим Бога. Аминь. Спасибо.